Ну, доброго времени суток, дорогие детишки. Что-то я никак не могу добраться до игр, ввиду того, что я посмотрел херову кучу всякого в последнее время, а тут еще и Звездные Войны подкрадываются, ну, все ближе и ближе. Я пойду в кино 21-го числа. Я не на премьеру пойду, ну, это так, к слову, не на премьеру. Премьера, по-моему, 18-го или 19... 18-го, наверное, да, то есть на следующую пятницу, получается. Но я пойду 21-го. Вот. И я не помню, какой сеанс там, во сколько времени. Но, наверное, я надеюсь, что не настолько поздно, чтобы я не мог потом прийти домой и немедленно записать, пока не забыл, что куда, что почем. Вот. Ну, и как бы, и плюс я смотрю еще всякое другое параллельно. И плюс ко всему еще и до кучи работы ночная. Я сейчас по неделями ночью работаю, вообще ни до чего практически. Так что до игры, в которую я уже давно хочу поиграть, пускай она и специфическая вещь, и понравится, наверное, далеко не всем, но добраться я до нее в итоге не смогу. Ну, в смысле, пытаюсь, но не могу. Ну, не суть, важно. Главное, что в этот раз я посмотрел, как можно было догадаться из заголовка. Это художественную комедию на железнодорожную тему под названием «Сноу пирсер». Она же в русском варианте перевода, насколько я помню, «Сквозь снег» называется. Ну, и как бы, тут довольно сложно говорить о ревью в пять секунд, я ему тут понравился или нет, потому что этот конкретный художественный фильм, ни один другой художественный фильм не вызывал у меня столько смешанных чуистов по отношению к себе. В том смысле, что можно в целом сказать, что кино чуть более чем наполовину состоит из взаимоисключающих параграфов, и через это в один момент вызывает лютое бешеное отвращение, а в другой момент начинает как бы, а, ну да, типа в этом что-то есть, начинает нравиться в некоторых смыслах. Весьма неоднозначное, неровное кино, прямо скажем, и не для всех. Но, к сожалению, не для всех в плохом смысле. При том, что смешно становится, насколько люди в интернетах, которые я прочитал несколько обзоров на него, ну так, чисто, for fun, настолько люди заняты тотальным СПГСом, блин, то есть синдромом поиска глубинного смысла, что это же просто смешно, насколько они видят в фильме то, чего там отродясь и не было, блин. Я в шоке просто. Например, один гражданин, какой-то дегенерат, и в каких-то комментах, или где-то что-то, я не помню уж точно откуда это было, какой-то дегенерат умудрился узреть даже, даже узреть глубинный смысл в сцене, когда главный герой и псевдоглавный, ну, помощник главного гада перестреливались друг с другом из автоматического оружия на кривой, так что видно, ну, а из одного вагона поезда видно другой вагон поезда, типа, и там расстояние между ними километра два, наверное, было, по-моему, никак не меньше, судя по, ну, ну, километр точно. И один из, если один из них стрелял еще из М16, там, или из какой-то модификации, М4А1, да, наверное, что это было, то второй стрелял из пукалки, по сути, пистолет-пулемет, я не помню, как эта модель называется, ну, довольно известная в узких кругах, в фильмах часто появляется, у которого прицельная дальность стрельбы хорошо, если, хорошо, если метров пятьдесят в лучшем случае, да и то, и то вряд ли, скорее всего, у него прицельная дальность стрельбы, как пистолета Макарова, блин, а тут вот такое, конечно, да, ну, и вот, блин, используя голову, этот фильм смотреть вообще решительно невозможно, насколько он тупой со всех сторон, это просто песец. Ну, ладно, начнем с самого начала, а именно с сюжета. Ну, поскольку фильм не новый, когда он там вышел? По-моему, в прошлом году или в позапрошлом, ну-ка, МДБ, помоги мне. Кстати, какого хера, какой Мудила решил, что это будет хорошая идея изменить интерфейс МДБ в такую сторону, в которой они это изменили, блин? Сейчас там найти что-то решительно невозможно, нужные кнопки не видно вообще никак, да, что несколько раздражает, прям скажем. 2013 год, окей, это значит два года назад. Я все время забываю, какой еще... Вообще, 2015 год, я опять уйду немножко, полностью пролетел, по сути. Я каждый раз думаю, что сейчас какой-то другой год, нежели 2015 почему-то. Я не знаю, почему это. Я не знаю, почему. Но не суть. Учитывая, что фильму два года, уже большинство людей, из тех, кто хотел его посмотреть, скорее всего, его уже посмотрели. А те, кто не хотел смотреть, и не будут этим заниматься, наверное, никогда. Поэтому сюжет, скорее всего, будет известен в целом. Но хотя бы даже из трейлера, если вдруг кто-то его видел. Замес в том, что в некоем достаточно неотдаленном будущем планета жестоко терпит анальную оккупацию тотального глобального потепления. И через это некие ученые разрабатывают какую-то некую херню газообразную, которую следует распылить в атмосферу. И что за собой повлечет охлаждение онной. Вот. Ну, а, естественно, все пошло несколько не так, как планировалось. И земля нахер замерзла. Какие дрени фени. До такой степени, что все живое умерло в хлам, как нам говорят в начале. Единственные люди вообще, ну, не только люди, а единственные живые существа остались на поезде. На кругосветном, сука, поезде. Под названием Сноупирсер, собственно говоря. Ну, то есть, наверное, изначально он как-то по-другому назывался. Ну, в общем, на поезде, который по железной же дороге ездит вокруг света по замысловатому маршруту. Ну и вот. А внутри сидят оставшиеся люди. Но при этом поезд разделен по классам, как это водится чаще всего. Ну, то есть, по качеству билетов. Начиная от первого класса, заканчивая грузовыми вагонами. В первом классе сидят, естественно, элита местная, которая жирует на использовании местных отбросов, которые тусуются в эконом-классе и в грузовых вагонах. Там, то есть, соответственно, от головы поезда к хвосту, чем ближе к хвосту, тем больше днища там внутри тусуются. То есть, есть четко выраженные, как я уже говорил, четко выраженная элита, четко выраженный средний класс рабочий, типа, и четко выраженное социальное дно. Вот. Ну, и естественно, как это бывает в реальной жизни, социальному дну не нравится находиться на социальном дне. И они всеми силами жаждут попасть туда, в элиту. Естественно, при этом не понимая, что как только они попадут в элиту, они станут точно такой же элитой и будут точно так же, как та самая элита, относиться к бывшим своим сотоварищам из классового дна, как к тотальному говну. Ну, а, типа, главным героям и вообще всем героям из грузового отсека это, конечно, невдомек, поэтому они стремятся попасть, стремятся совершить революцию, попасть в параос и рулить им уже по-своему. Ну, нечто подобное мы видели в 1917 году. Не лично, конечно, но заочно. Когда некий калитавый гражданин привел страну к успеху. И это, я говорю, без лишней... Без какой-либо доли иронии или сарказма. Потому что, как известно, при царе батюшке страна катилась в сраное говно, а вот при коммуняках вполне себе смогла вытащиться из этой ямы, так сказать. Пока, конечно, сама... Ну, пока коммунистическая партия не завела эту страну не менее успешно обратно. В ту же самую яму практически. Что мы уже, большей части из нас, видели лично на примере 1991-1993 годов. Ну вот. Ну и стало быть, вот и весь вам сюжет. Днище революционирует в сторону головного вагона. И получится у них или нет, тайна сие великая есть. На самом деле, конечно, никакой тайны нет, потому что фильм я воспринимаю чуть более, чем полностью. Но следует, закончив сюжетом, немедленно пояснить, почему фильм этот лично для меня является комедийным. Поскольку я работаю на железнодороге, если вдруг кто не знает, ну, я не буду говорить, где конкретно, но будем называть это в сфере в сфере безопасности движения и перевозок, скажем так. То сама концепция, сама концепция вообще паровоза, который может в условиях лютого тотального холода типа ну, я не знаю, внешне это так показано в фильме, как будто там градусов в 60-70 морозы, ну, постоянно на улице до самого конца, когда вдруг оказывается, что морозы оказываются не 60, не 70 градусов, а в лучшем случае тридцатник какой-нибудь или двадцон даже. А учитывая, что идет снег, подразумевается, что вообще минус 5 максимум, блядь, или там минус 10, да что-то такое, блядь, типа, what the fuck, я не понял, ну, нету, блядь, где консистенция так называемая, да, типа, как это по-русски-то, последовательность, где она, сука, того, что происходит, где, где логика, вот это вот все. Ну и вот, будучи челезнодорожникам, я сильно ржал, когда увидел, что в 18, 17 там, или 18 лет по сюжету поезд уже ездит по этой самой кругосветной железной дороге, еблищем разбивает вот такие вот здоровенные нагровождения льда, типа, толщиной метров 10, это так, без каких-либо последствий, ну, для себя. Ладно, я понимаю, еще для паровоза, который спроектирован для того, чтобы разбивать еблищем такие глыбы льда, но при этом нам невозбранно показывают, как после такого удара все остальные вагоны подпрыгивают на рельсах и не менее невозбранно попадают на них же обратно, не сходя там с них ничего. И вот таким вот, вот этим вот поезд занимается уже на протяжении 17 лет, да, то есть, типа, я такой, ебт, как так-то? Ну, это же просто противоречит всем законам сука, физики вообще полностью. не говоря уж о том, что это обычное железнодорожное полотно, как бы, как вот у нас сейчас существует, да, типа, обычные колесные пары на вагонах, а, типа, конструкция самого состава подвижного, блин, никак не изменилась от того, что у нас есть на текущий момент. то есть, с точки зрения законов физики работает это все абсолютно точно так же, как и сейчас, типа, вот это все сила там трения, блядь, скольжение, бла-бла-бла, вот это вот все, да, блядь, типа, блин, и вот у них есть 17 лет существует, ну, то есть, она и до этого существовала, но 17 лет существует кругосветная железная дорога, хер знает, как они там через океаны моря, блин, ее строили, видимо, мосты какие-то, я не знаю, я не вдавался, то есть, там это не рассказано подробно, но, типа, маршрут, например, вот на границе России и Америки, а у этих двух стран, если вдруг кто не знает, есть граница, морская, конечно, промеж Аляской и этим, ну, как его там, блин, забыл, короче, я забыл, как этот пролив там называется, не важно, и вот маршрут этот где-то в том районе проходит, где собрать конкретно эту область, я так понимаю, что между Аляской и Российской территорией полностью вот большой здоровенный мост, хер его знает, как это вообще технологически возможно построить такое, такое сооружение, учитывая, что глубина моря там наверняка тоже доставляет, ну, конечно, потом все замерзло и так далее, но изначально-то эта дорога существовала и без снега, без замерзания, безо льда, хер его знает, нам это все показано так, весьма условно, те мосты, которые нам показали, они были в горах изначально, поэтому, what the fuck, ну да, ну в общем, не важно, главное, что обычная железодорога из обычной, стандартной, может быть, не обычной, но из достаточно стандартной стали, которая присутствует и сейчас, да, в нашем обычном, обычной реальности, то есть, без какого-либо обслуживания со стороны путейских служб, типа, без всего вообще абсолютно существует вот в таких условиях, с таким морозом, я такой, елки, то есть, изломов у них не существует, конечно же, блядь, хрупкость рельсы, естественно, не повышается в морозах, блядь, кристаллическая решетка, естественно, у них, блядь, просто недвижимая, они из алмазов, видимо, эти рельсы, блядь, я не знаю, из бриллиантов сделаны, блядь, колеса у них не изнашиваются, колесные пары, блядь, ну, разумеется, да, то есть, типа, блядь, я такой, еб, парный театр, блядь, ну, это же так тупо выглядит, и вот, большая доля моих претензий именно в том, что почему это должен быть обязательно поезд, я, не, ну, то есть, я знаю, почему, это для того, чтобы как можно более наглядно продемонстрировать расслоение социальное, да, то есть, как будто других способов не было, как это сделать, разумеется, типа, подземные туннели, огороженные перегородкой, там, вокруг ядерного реактора, который, сука, дает тепло, там, например, да, корабль, застрявший во льдах, который не раздавило, потому что, типа, фантастика, похер, не раздавило, потому что, блядь, и, типа, чем, чем ближе к рубке, тем толще элита, типа, да, трюм там, это днище, натуральное днище, социальное и, 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 и литеральное, да, то есть, типа, буквальное, не, вот это все, конечно, именно должен быть, сука, поезд, в котором есть начало, и в котором есть конец, типа, в котором есть самые крутые поцаки, типа, на вершине вертикали власти, так сказать, и днище, блядь, вот других способов, конечно же, не было, когда это, это смотрелось бы не настолько тупо и уебищно, блядь, как это, как это происходит здесь, конечно, да, именно все так и должно было происходить, блядь, ну, я не знаю, мне лично, это такой, такой подход не нравится, типа, вот, я не могу отключить голову, да, типа, и вот на все это смотреть с неким попустительством, я могу моментально придумать десяток вариантов других, которые, которые можно было применить в сценарии этого фильма, что, кстати, фильм и так недорогой, в плане бюджета, что еще больше удешевило бы его стоимость, сколько у него бюджет, 39 лямов всего лишь, в большом счету, я так понимаю, что половину, там, ну, треть, наверное, этого бюджета ушло на Криса Эванса, который, Капитан Америка, да, который главную роль играет, и там какая-то часть еще на Эда Харриса ушла, он, конечно, сейчас, ну, не в топе актеров, но категории B вполне себе, да, то есть, типа, Джон Хёрд тоже, насколько я помню, ну, такой, категории B актер, ну, в смысле, не по качеству, а по цене, его использование в вашем фильме, то есть, типа, будем считать, что, ну, треть, как минимум, а может, даже половина бюджета ушла на актеров, и это заметно, заметно вообще, очень сильно, в плане компьютерной графики, которая, естественно, использована там, в момент, когда показывают планету снаружи поезда, она реально дешевая, и сам поезд дешево достаточно нарисован, это довольно сильно бросается в глаза, и можно было сделать много других вещей, реально можно было сделать, и тот же вариант с кораблем стоил бы в разы дешевле, чем, потому что вам даже не надо было бы его показывать более чем один-два раза снаружи, то есть, показали бы в начале, и показали бы в конце, когда там, какие-нибудь выжившие уходят из него в голубые дали, как обычно, да, то есть, типа, ну, можно было еще больше сократить бюджет, или тот, который у вас есть, спустить на что-то, на более какие-то качественные декорации, например, я не знаю, ну, вариантов было куча, да, как этот бюджет освоить грамотно, да, может быть, даже от Кати получить, я бы хер его знаю, и при этом это логически смотрелось бы, ну, гораздо лучше, чем то, что мы в итоге получили с этим поездом идиотским, но режиссер, он, вот он, вот он решил вот так, а режиссер там какой-то корейский поцик, блин, как его, Жун Хобонг, у них у всех корейцев, которые присутствуют в фильме, почему-то написано в скобках С. Бонг Джон Ху, кто, что, кто, what the fuck, что это значит, написано, режиссер, Жун Хобонг, С. Бонг Джон Ху, блядь, это местами поменяли, какого хера, что это значит, почему его имя сначала так пишет, а потом вот так, потому что у корейцев принято фамилию раньше писать или позже, какого хера, что это такое, я не понимаю, ну это просто говорит о том, что я ни хера не знаю о Корее, очевидно, ну типа, или вот главный корейский персонаж в фильме, Канг Хо Сонг, который играет, а не наоборот, Канг Хо Сонг играет Ним Гонга Мин Со, Эс Сонг Канг Хо, что what the fuck это значит, какого хера, так он Ним Гонг Мин Со или Сонг Канг Хо, блин, what the fuck, я не понимаю, блядь, ну ладно, хер быть с ним, так что, если вы вдруг где-то работаете в околожелезнодорожных кругах, то смотреть это с серьезным лицом вы просто банально не сможете, вот, ну а для обычного человека все это, конечно, вполне могу себе представить, что все это не важно, хотя если обычный человек использует опять же голову, то, наверное, это тоже есть что-то такое, за что можно и следует уцепиться с точки зрения банальной эрудиции, вот, то есть, ну, мне не понравился такой пассаж с поездом, мне это, мне это не близко, не близко, прямо скажем, и, особенно это в том числе, что касается поиска, синдрома поиска глубинного смысла, фильм целиком и полностью состоит из из метафоры на существующую реальность, да, фильм достаточно примитивный, и все, все приемы, которые в нем используются, они рассчитаны на детский сад, штаны на лямках, без затей, да, то есть, каких-либо глубин философских или прочих там, моральных дилемм и так далее, этого всего тут нет, а те, что есть, ну, по сути, одна единственная, которая там существует, она прямолинейная, как рельса, поэтому, что, наверное, тоже символизирует в итоге. Поэтому я вот этих людей, которые, типа, превозносят фильм из-за того, что там какие-то несуществующие глубины, я их понять просто физически не могу, очевидно. Очевидно, они дегенераты, я другого слова просто подобрать не могу. Насколько это удручает, вот этот общий уровень развития всех этих людей, которые ставят вот такие высокие отметки, типа, на МДБ там 7 и 0, да, то есть, типа, what the fuck, ну, это же просто ересь какая-то, ну, то есть, он не плохой, там, не говно совсем уж, да, конечно, но больше, чем на 4 и 5, там, он вообще никак не тянет, ну, вообще никак, с любых, блин, точек зрения, абсолютно с любых, да. Я, в принципе, даже не хочу его так прямо, ну, конкретно обсирать, но он настолько примитивный же, но настолько примитивный и настолько плохо срежиссирован, что это просто писяц. и просто логика там везде отсутствует, это печаль от меня очень сильно. И, естественно, режиссер не считает своим долгом, поскольку это все метафора, он не считает своим долгом, типа, технические подробности хоть как-то освещать в данном прожекте, да, то есть, и, типа, поезд работает, и похер, как он это делает. Типа, существуют вот эти слои населения, никто не думает о том, как их использовать грамотно, да, то есть, типа, никто ничего не делает, в 17 лет никто ничего не делает, да, то есть, вот где вы были, там вы и остались, ну, по социальному положению, вот какой билет купили, и там вы и остались. Какую пользу для поезда, для, как говорит, главный машинист, так сказать, да, главный гад, условно, Уилфорд, типа, вот, все здесь на своих местах, да, типа, для соблюдения баланса, какую пользу в отношении баланса приносит золотая молодежь, которая тусуется во втором вагоне, и все, чем она занимается, это тотальное повальное пьянство, разгул наркомании, садомия, и вот это все прочее, типа, они, у них там дискотека, рейв-пати, блин, на протяжении уже 17 лет, они все 17 лет, вот, тусуются на этой дискотеке, ебашат наркотики, блин, а для чего они нужны, вот, например, для чего они нужны вообще в целом для социума этого закрытого, ну, то есть, в смысле, с точки зрения режиссера, они нужны исключительно для того, чтобы показать, что золотая молодежь может оказать, как это, не оказать, а может оказаться поводом для беспокойства верхушки правящей, потому как она себя ведет в конце фильма, эта самая золотая молодежь берет дриколье, да, и устраивает некое подобие цветной революции, ну, типа, некое подобие Майдана, по сути, только что покрышки не жрут, не жгут, но потому что покрышек просто нету, вместо покрышек они жгут наркотики, ну и вот, и вот эта вот самая золотая молодежь и в реальности вместо того, чтобы улучшать и обновлять общество, да, ну вот, особенно российское, особенно в случае с российским обществом это бросается в глаза, да, потому что вот в московские тусовки все эти золотой молодежи, вообще сам этот термин меня бесит, честно говоря, и любому человеку, который сам о себе говорит, что он представитель золотой молодежи, мне хочется просто банально уебать с ноги без затей, потому что гладиолус, да, то есть не суть важна, это точно так же, как меня бесят термин, типа, лихие девяностые, там, блядь, умеренная оппозиция, ну это ладно, не суть важна, в общем, главное, что они пытаются организовать вот этот самый майдан в конце, да, и типа, для того, чтобы они это не делали, их толкает вот к этой, к этой жизни, блин, беспечной, да, секс, наркотики, рок-н-ролл, да, чтобы они ни о чем другом не думали, вот, типа, и вот это вот считается дико глубинным смыслом, вот это вот, вот эта вся аллегория, да, блядь, или как там, вот это все, да, считается охеренно глубок, что это охеренно глубокая мысль, блядь, с точки зрения, видимо, тех, кто с такие оценки большие ставит, блядь, и самого режиссера, блядь, ну, как несложно догадаться, глубины в этой, вот в этом конкретном пассаже, выдранном, в принципе, из контекста, но не суть, глубины в этом пассаже ровно ноль, вообще ноль, потому что любой, кто прожил на земле, в современном мире, хотя бы лет 25, да даже там, 20-30, для него все это, это обычная жизнь, типа, мы это все каждый день видим, и так, какой, в чем глубинный смысл, если мы это все знаем, и так прекрасно, да, типа, для кого это сделано, вот этот, для кого, кто это, для детсадовцев, опять же, которые этого еще всего не видели, они не знают, как это все устроено, да, типа, ну да, это типа намек на то, что, уж лучше это, это молодежь, пускай она, пускай лучше она ебашит наркотики на своих дискачах, там, занимается, занимается свальным грехом, блядь, и там, и чем они там еще занимаются, бухают, как не всегда, и так далее, чем, чем устраивают майданы, ну, блядь, ну да, а что, других способов, как выразить эту мысль, вообще не было, что ли, ну, с точки зрения логики, вот, ну вот, возвращаясь, это я к тому, что, какого хера, блядь, для чего еще существует, вот эта золотая молодежь, на этом поезде, кроме как передать, вот эту одну, ущербную, достаточно в своем, в своей сути, мысль, для чего она там, какую пользу она приносит поезду, а где-то ответа, потому что режиссер считает, что это не нужно, в целом, вот, давать такие ответы, все, что он считал нужным, это показать модель, симулякор социумовый, да, типа, ну, так не делают, вообще-то, граждане, чтобы получить полноценный, продукт, киношного жанра, да, типа, нужно, он не так это делает, короче, я понимаю, там, арт-хаус и все такое, но, за арт, не может быть арт-хаус ради арт-хауса, типа, вообще никак, ну, в современной, в современных реалиях, по крайней мере, может быть, когда-то там, лет 30 назад, такое еще было, возможно, и прокатило бы, но арт-хаус ради арт-хауса, сейчас невозможен, в принципе, people просто не схавает, вот, просто банально не схавает, и, то, что, я так понимаю, что фильм отбил свой бюджет, ну, учитывая, что он маленький, то, как бы, в Америке, правда, он прокатился вообще никак, не знаю, судя по МДБ, судя по МДБ, он собрал довольно неплохо, я сейчас, конечно, не буду хватать, плохо, что нету сразу, ну, общей сборки, сколько конкретно он собрал, но здесь что-то очень сильно похожее, я это вместе с мировыми сборами, и так далее, что-то очень сильно похожее, миллионов так на 400, наверное, что весьма неплохо, конечно, для такого, ну, для такого посредственного фильма, вот, но он это сделал исключительно благодаря тому, что в нем присутствуют элементы, дополняющие тот самый арт-хаус, то есть, именно то, о чем я говорю, типа, арт-хаус ради арт-хауса не может существовать, и поэтому в этом фильме есть элементы, которые, типа, помогают существовать, существовать арт-хаусу с другими вещами, в данном случае с боевиком, по сути дела, да, потому что большую достаточно часть фильма занимают бои промеж местными бомжами, и местной кровавой гобней, и так далее, да, то есть, и это все снято, кстати, довольно неплохо, хоть и, конечно же, без тоже какой-либо доли логики, и плюс в этом моменте следует заметить, что фильм снят по мотивам какого-то там французского старинного комикса, типа, 80 каких-то годов, я его, естественно, не читал, и до того, как я этот фильм посмотрел, я понятия не имел, что вообще такой комик существует, но учитывая, что он французский, это говорит о том, что он сам по себе говно, без затей, потому что французы не умеют делать ничего, просто решительно ничего, если мне сейчас кто-то прибежит и начнет рассказывать какие-то чудеса на виражах про мифический французский кинематограф, то я немедленно ему заявлю, что он понимает примерно нихера, потому что французский кинематограф чуть более чем наполовину занимает нишу говнеца, тотального говнеца, вот, и не надо мне рассказывать про всякие ностальгические, псевдо-смешные комедии, там, с каким-нибудь Пьером Ришаром и Луи Дуфинесом и так далее, блин, все это дерьмище, без затей, фильмы с Ришаром смотреть, блядь, в здравом уме и трезвой памяти находясь вообще невозможно, насколько они ущербные, приторные и, блядь, просто вызывают отвращение, Луи Дуфинес тут просто клоун, смотреть на такого клоуна, блядь, я, конечно, тоже в детстве смотрел всех этих фантомасов и так далее, блядь, но Луи Дуфинес там было далеко не основополагающей и не самой привлекательной фигурой лично для меня, ну, а значит, и для всех вас, поэтому я лично не считаю, что французское кино хоть чем-то отличилось за редким исключением, что, в общем-то, подтверждает любое правило. Какой-нибудь мудила феерический типа Экслера естественно считает иначе, но это просто говорит о том, что Экслер примерно нихера не понимает в кино, несмотря на то, что, блядь, уже на протяжении там, я не знаю, сколько, 10-15 лет ебашит свои унылые рецензии которые чуть более чем наполовину заключаются в том, что он перечисляет сюжетные линии, блядь, а после этого начинает, блядь, на протяжении двух-трех абзацев рассказывать, кого планировал режиссер на ту или иную роль, а кого в итоге взяли. Это, конечно, очень сильно, блядь, помогает понять, хороший фильм или нет, да, вот этот прекрасный подход, блядь, вообще шикарно. А вот в этом фильме, вы знаете, играет там, блядь, я не знаю, Майкл Киттон, но вместо него на роль планировался вот этот мудак, вот этот мудак и вот этот мудак. Блядь, было бы интересно посмотреть, что бы было. Да, херенно это намного чего говорит, блядь, о сюжете, сценарии фильма, блядь, об актерской игре, об режиссуре, блядь, об операторской работе, о звуковой работе, блядь, о монтажерах, блядь, о монтаже как таковом, блядь. Вот это, вот такие пассажи обо всем этом нам, конечно же, говорят. Ну, блядь, и вот этот гражданин пытается нам что-то рассказывать про кино, блядь, пиздец, я детский сад, ей-богу, блядь. Неудивительно, что контингент его форума, блядь, на 95% состоит из тотальных дегенератов, блядь, из тотальных дегенератов, блядь. Там такой заповедник и рассадник идиотов, блядь, что это просто невыносимо, блядь. Я туда хожу иногда лузы словить, потому что, блядь, это просто пиздец. Ну, не суть важна, да, то есть, это так, ремарка. Мораль всей басни такова, что французского, хорошего французского качественного культурного контента исчезающее мало его количество. Что бы вам не пытались, как бы вас не пытались убедить другие граждане, не верьте им. Это, конечно, не значит, что французского не может быть ничего в принципе хорошего, но это исчезающее редкое явление. Равно, как и испанское, по большому счету, равно, как и российское, без уж на то пошло. Много вы знаете хороших российских фильмов? Российских. Я про советские сейчас не говорю. Именно российских. Нет. Немного. Вот то-то и оно. Потому что ситуация в этих странах в целом достаточно паритетная. И российский кинематограф от французского качественно отличается ровно счетом только одной вещью. Это языком повествования. По большому счету. А все остальное там вполне на одном и том же уровне. Такие дела. Поэтому я более чем уверен, что комикс этот, скорее всего, говнище. Что, естественно, не улучшает в целом ситуацию с фильмом. Но я к чему все это? К тому, что режиссер очень четко кроме линии вот этой социальной лестницы горизонтальной, он очень четко прописывает визуальный ряд ориентированный на то, что это именно ремейк комикса. И это очень сильно бросается в глаза. Я вообще удивлен очень сильно, что ни один из рецензентов, которых я видел и читал, вообще не заметил этого. То есть вообще полностью, абсолютно. У меня такое ощущение, что эти люди вообще не представляют, что такое комиксы, как они существуют, и какую нишу они занимают, и для чего они вообще существуют, каким целям они служат. Я человек тоже далеко, достаточно расположенный от комиксовой культуры, просто банально потому, что я их не читаю, эти комиксы. Ну, мне негде их читать, и сама манера передачи информации меня не возбуждает, скажем так, она меня не радует. Я предпочитаю информацию получать несколько другими способами. вот, но, тем не менее, законам, законам, по которым существуют комиксы, я в целом с ними знаком, несмотря на то, что я их не читаю. Вот эти граждане вообще абсолютно полностью мимо них, видимо, проходят эти все комиксы, поэтому они делают абсолютно неправильные и при этом далеко идущие выводы относительно визуальной части фильма. в то время как в диалогах, там, в сюжете и так далее прослеживается четкая мысль насчет все той же социальной несправедливости, да, то данные граждане в относительно и в том числе и визуальной части тоже пытаются провести такие же самые аналогии, да, то есть тоже искать в визуальной части какие-то метафоры, которых там, естественно, отродясь и не было, да, то есть эти граждане просто не способны понять, что визуальный ряд зачастую существует исключительно для того, чтобы быть визуальным рядом и доставлять визуальное эстетическое удовольствие, визуальное, и никаких скрытых подтекстов и скрытых смыслов в нем нет. И пометуя о том, что эта инсталляция переосмысляет комикс, становится, типа, вполне очевидны многие вещи, да, то есть которые, я не знаю, почему не очевидны для других. Вот. И вполне очевидно становится дешевизна некоторых других сцен. Например, например, сцена, когда бомжи попадают в вагон с кровавой гибней, где их начинают бомжей резать, убивать и вешать в то время, как поезд проезжает по охрене на длинному туннелю в тотальной темноте. Вот. Этот вагон служил изначально для, собственно, перерабатывающей цех рыбной цех. Это к вопросу о том, если кто-то его может задать, то есть, в смысле, кто-то захочет задать такой вопрос, почему, например, кровавая гобня в данном случае не использует огнестрел, почему они все с холодным оружием и так далее, потому что это мясники рыбные, я не знаю, может, есть, наверное, у этой профессии какое-то свое название, вот, как мясник, только который рыбу потрошит, там, препарирует и так далее. Вот это они с точки зрения иерархии этого поезда, они с дрекольем, потому что они занимаются тем, что свежуют, приготовляют, заготавливают и так далее рыбу. И все эти граждане одеты из кровавой гобни, все они одеты в некое подобие жилетов каких-то, с большим количеством карманов. И в этой сцене вот как раз очень сильно проступает дешевизна, точнее сказать, не дешевизна, а количество денег в бюджете, именно малое количество, в том, что в этой сцене четко предельно ясно, что те многочисленные кармашки, которые присутствуют на их жилетах, заполнены без затеи емкостями емкостями с кровью, которая должна художественно выплеснуться на окружающую действительность. Вот. И, ну, это печально, когда нужно делать все именно так. Печально, когда нельзя было сделать какую-то другую одежду кровавого гибни и засунуть эти самые, те же самые пакеты с заменителем крови под одежду. Вот. Ну, печально все это. Все это выглядит очень дешево. Потому что, если мне кто-то попытается сказать, что эти жилеты существуют для того, чтобы, с точки зрения логики, для того, чтобы быть защитой от дриколья нет. Никому из этих граждан из кровавой гибни не помогло наличие жилета от удара топором, от удара ножом, копьем. Абсолютно никому. Так что нет. Там просто много кармашков, в каждом из которых много, блин, пакетов с этим, с мусором. С, там, с какой-то херней, которая заменяет кровь, или, может быть, даже там, с кровью животных, я не знаю. И все, что эти штуки делают в этой сцене, это художественно разбрызгивает ее на окна, там, на стены, что должно, с точки зрения дебилов, конечно же, что должно что-то обозначать. Но на самом деле все, что должно и в итоге действительно обозначает, это то, что, во-первых, а, это дешево, б, это типа, что режиссеру нужно было провести аллюзию с комиксом. и он ее, он ее провел. Вот и все, вот и весь скрытый смысл, которого там, естественно, нет. Ну, я не знаю, таких сцен там довольно много, типа, достаточно примитивных, но в них пытается что-то искать. когда, например, в школьном вагоне училка метким выстрелом в башку убивает одного из бомжей и нам потом крупным планом показывает эту самую дырку в башке довольно продолжительное время. Ну, о чем это может сказать с точки зрения банальной эрудиции? Только об одном, о том, что режиссер пытается нам вбить в голову, что характерно, то, что в школе детям пытается вбить в голову определенные вещи достаточно простые. В данном случае это пропаганда. А пропаганда чего, это уже не важно. Пропаганда того, что нужно вырасти хорошим годным представителем общества потребления, пропаганда о том, что нужно там вырасти хорошим годным жидомасоном, пропаганда о том, что нужно вырасти хорошим годным там мус... этим... Исламским террористам, блядь, или пропаганда о том, что там нужно вырасти хорошим и годным превозмогателем быдлом масс и представителем золотой молодежи, это уже, блин, дело десятое. Главное, что типа, что режиссер, блин, считает, что нам нужно знать только одно, что в школе в бошку насильно вбивают одну какую-то мысль. Я хлопаю для того, чтобы проиллюстрировать, насколько прямолинейный ход мысли режиссера в данном случае. Потому что когда нужно что-то втельмяшить, безотносительно школы, втельмяшить зрителю в отношении данного фильма, он использует предельно примитивные способы. Ну а вот люди, которых, видимо, в школе не научили использовать свой мозг, пытаются в этом увидеть что-то еще, в этом всем происходящем. Как я уже говорил, ничего, естественно, там нет сверх координарного, сплошной примитив. Это расстраивает некоторым образом. И, ну, правда, я уже, конечно, много наговорил в итоге. Поэтому к визуальной части следует относиться проще. С моей точки зрения. Если она хороша, ли она сама по себе? Ну, то есть, приятно ли на нее смотреть? Да, приятно. Визуальная часть фильма, та, которая не связана с компьютерной графикой, в целом доставляет. И это плюс. Просто не надо в ней искать больше, чем то, чем она является. С точки зрения визуальной, опять же, смотреть приятно. С точки зрения звука все очень плохо, в свою очередь. Потому что один из двух главных героев – кореец. По сюжету фильма в какой-то момент бомжи освобождают некоего техника корейской национальности, который должен для них открывать двери следующих вагонов. Потому что сами они не умеют. А поскольку техник кореец, то и говорит он, соответственно, на корейском языке. Для того, чтобы все остальные граждане, которые корейским языком не владеют, его понимали. Магическим образом в том же самом помещении, где тусуется кореец, а он типа в каком-то ящике заперт. Я так и не понял, тюрьма это или что это такое. Видимо, тюрьма. Не знаю. В общем, магическим образом в этой псевдотюрьме на стене висят не менее магические машины для перевода. Типа такой диск, который нужно приставить к шее, и он машинным голосом переводит то, что ты говоришь. Может быть, это у меня была такая проблема, но вот этот самый машинный перевод с этой финтифлюшки очень тихий. Я половину реплик этого корейца просто банально не смог расслышать, потому что тихо. И главные герои, ну не главные герои, а вообще герои, которые что-то говорят в тех же сценах, где присутствует этот переводческий девайс, они зачастую перекрывают эту речь, потому что они пытаются разговаривать, как это происходит в реальной жизни. Перебивая друг друга, дополняя друг друга. Ну, как обычный разговор среди группы людей происходит. И я обычно такие вещи приветствую, но в данном случае я просто не могу банально расслышать, о чем сказал кореец. И через это что-то мне надо либо пересматривать тогда, либо просто пропадает часть сюжета, банально. Вот, это очень плохо. Ну и вообще со звуком в фильме беда. Ну, может быть, это была проблема той копии, которая была у меня. Я не знаю. Здесь можно сделать какую-то скидку. Но вот в моем случае со звуком была конкретная беда. И не только с этим аспектом, с корейцем. Кстати, к вопросу о корейцах. Я, конечно, понимаю, что режиссер кореет сам по себе. Но тенденция вставлять в ваши фильмы граждан нескольких национальностей, и разумея при том, что они разговаривают каждый на своем языке, меня лично дико раздражает. Я корейского языка не знаю. Я французским языком не владею, я испанским не владею. Я знаю русский, латышский местный и, блядь, английский. Все трети языка я могу воспринимать и понимать, о чем идет речь. Если большая часть героев фильма англоязычны, то не значит, что все остальные тоже не должны быть англоязычными. Вот это приблуды, когда в англоязычном фильме внезапно появляется какой-нибудь сраный француз, и начинает что-то на французском разговаривать, что мне приходится субтитры читать, если они вообще есть. Это неправильно, это нахер никому не нужно. Очень печально, что студия, которая производила этот фильм, пошла на поводу у директора, у режиссера фильма и пропихнула вот этого корейца с его дочкой. Дочка, кстати, хоть как-то с середины наполовину через пень колоду говорит на английском. А вот батя не научился на английском разговаривать, и поэтому через этот переводчик или вообще потом забивает хер на него и просто на корейском начинает вещать. Нахер это нужно, я вам так замечу. Оно нахер не нужно. Если ваш фильм английский считается, то и пускай все говорят на английском языке, либо не надо приглашать актеров, которые не умеют разговаривать на том языке, на котором изначально задумался фильм. Это ересь. Это бесит. Такого быть не должно. Точно так же в российских фильмах, когда появляется какой-то америкос, который начинает вдруг на английском разговаривать. Какого хера он там делает? Не нужен он там, блядь, за редким исключением. Вот, блядь, если взять, пересмотреть сейчас Д'Артаньяна и трех мушкетеров, то этот герцог Бекингем, блядь, например, разговаривает вполне себе по-русски. Насколько я помню, вставляя там то там, то сям слова типа, английские слова какие-то, да. При этом он говорит с диким бешеным акцентом, но все равно говорит он по-русски. Вот это правильный подход. А все остальное, все остальное это подход неверный, в корне неверный. Вот так вот. Вот так вот. Это что касается графики и звука. Добавляя еще в графику, следует заметить, что большая часть героя фильма выглядит омерзительно, особенно героине Тильды Свинтон. И это сделано, конечно же, специально, особенно в случае с Тильдой Свинтон. Но настолько топорно, что что это даже не смешно. Когда она показывает, что у нее вставная челюсть, и это прямая аналогия типа на беззубость государственной пропаганды, блядь, ну это такой примитив. Это такой примитив. И опять вот это вот, вот эта херня, блядь, ну какой глубинный смысл, если настолько все на поверхности лежит, и вообще без каких-либо многослойных там идей. Ну, блядь, ну как можно вообще, ну какие 7 баллов? И эти мудаки в этих своих рецензиях пытаются что-то там кому-то рассказывать, блядь. Пацаны, все, чего вы сказали, это то, что ваш мозг застрял на уровне, блядь, индивидуума, блядь, 13 лет. Вот и все, что вы показали своими хренными рецензиями. Это просто пиздануться, насколько примитивно. Ну и, естественно, омерзительно все эти граждане, вот которые выглядят омерзительно, они выглядят исключительно для тех же самых целей. Для топорного показа какой-либо аналогии, блядь, или метафоры там, или как хотите это называйте. Абсолютно топорного. Печаль. Печаль, что я могу сказать. То есть, ну, визуально на это смотреть приятно. И потому что сразу понимаешь, к чему все это. Да, типа. Ну, блин, ну, сам примитивизм, конечно, происходящего зашкаливает. Это удручает. Это удручает. Вот. Я не буду сейчас там вдаваться в дикие подробности, просто я потому что и так уже почти час раз говорю. Дикие подробности. Я не буду каждую сцену разбирать, в которой присутствует тот или иной идиотизм, да. Там, откуда тараканы взялись, там. На хера там бани нужны, там. На хера нужны. Где коровы там вдруг, откуда ни возьмись. Как они из аквариума достают рыбу, там, блядь. Почему суши-повар там вот тут вот находится один, тусуется. И суши делают раз в год, но при этом у вас есть целый повар, который сидит, чем он весь остальной год занимается. Два раза в год, точнее. Чем он остальное время в году занимается, типа, там. Почему бомжи, блядь, почему бойцы самого толкового, бомжи отставили самого толкового бойца где-то там у себя, блядь, на заднем плане. И только потом, когда уже лютый ад израиля, они привлекли его к боям, типа, блядь. Почему самый толковый боец там оказался на поверку лохом, тупорылым, который не смог одного боевого пидораса уничтожить, блядь. Ну, типа, блядь. Почему факел нужно тащить, когда нужно осветить в туннеле, блядь, место битвы с ментами. Почему, блядь, факел нужно тащить с самого-самого конца вагона, блядь. Почему у вас вообще факела были эти приготовлены? Вы знали, что так произойдет? Нет, вы не знали. И, там, тысячи-тысячи других вещей, блядь. Просто, там, в каждой сцене, в каждом вагоне тотальное количество, блядь, лютой идиотии с точки зрения банальной логики, да. Типа, сама концовка вообще противоречит, полностью противоречит законам логики. Вообще абсолютно. Вот. Ну, блядь, какие шестеренки в поезде. Почему, what the fuck? Почему детей нужно забирать, блядь, таким способом насильно? Почему нельзя было... Почему нельзя было установить за 17 лет культ личности, блядь, машиниста поезда среди всех? Чтобы они... Чтобы все слои населения добровольно помогали. Это можно было сделать настолько лучше, блядь. Был какой-то фильм, я сейчас не могу вспомнить, что это за фильм, достаточно недавно. Я не удивлюсь, если это были «Голодные игры» или что-то такое. Нет, блядь, что же это было? Или «Дети кукурузы», блин, может быть, что-то... Я обзор на него недавно смотрел какой-то, может быть, поэтому... Короче, был какой-то сюжетный поворот в каком-то из фильмов, что существовала некая коммуна, которая по какому-то определенному... Может быть, даже в «Фоллауте», кстати, в третьем это было. Вот этот город детей, да? Который был построен таким образом. Его населяли исключительно дети, от, я не знаю, скольки лет, до 15 лет, по-моему, что-то такое. А все, кто превосходил этот возраст, становились старше, этих выкидывали на мороз нахер. Ну, в смысле, на улицу. И выгоняли из города. И вот у этого поезда проблема в том, что, типа, ограниченное количество ресурсов, на что нам постоянно... О чем нам постоянно говорят разные персонажи в этом фильме. Ограниченное количество ресурсов, что само по себе логично, да? Потому что поезд не может вместить больше, чем какое-то количество людей. Но люди в этом поезде продолжают размножаться. И куда-то лишних людей надо девать. Поэтому машинист, он же главный гад, устраивает периодически, ну, как бы, оркестрирует революции, да, эти самые, раз там сколько-то времени, чтобы подсократить население. Да, то есть, типа, отсюда следует, почему, например, вот там некоторые задают вопрос, почему у охранников вначале, которые бомжи охраняют, у ментов в оружии нет патронов. Ну, потому что надо, чтобы бомжи прошли дальше, дальше. Чтобы были потери, случились. Чтобы бомжи дошли до рыбного цеха и там их всех порезали нахер в хлам. Вот для этого там у них нет патронов. Чтобы бомжи догадались, да, да у них нет патронов, давай революцию. И делаю. Ну, типа, не суть важна. Типа, вот для этих целей производятся все эти революции и так далее и тому подобное. Но почему нельзя было этот процесс наладить каким-то более нормальным, более оптимальным способом, когда люди сделали бы все то же самое, но добровольно? Они добровольно избавлялись бы от лишних детей. Типа, было бы гораздо более интересно линия сюжетная защитить там новорожденного. Какая-то мать пошла против системы, якобы не захотела отдать его дитё, там каким-то раком его прятала. Тоже достаточно стандартный сценарный ход, да. Каким-то раком его где-то там прятала, пока не пришла кровавая губня и не сказала, что так вообще-то нехорошо. Мы вот договорились по-другому. Ну типа вот что-то такое, блин. Блядь, ну там миллион вариантов, как можно было сделать так, чтобы было не настолько идиотски, как здесь, блядь. Ну так вот, этот машинист не пытался, блядь, все 17 лет устроить систему, когда он бог местный, царь и бог. Ну в данном случае у них бог это типа мотор, ну у среднего класса и у элиты. Бог это мотор паровоза, блядь, который дает им жизнь, типа, по сути дела. Ну, в общем-то, оно так и есть. Вот. Зачем мы все организовывать так, чтобы люди все это, все то же самое делали добровольно, если можно этого не делать? Ну, разумеется. Зачем все это делать, если все, единственная цель, которую предстоит фильм, это максимально топорно показать, блин, несправедливость местного, существующего общества вообще в целом у нас? Ну, ну, конечно, да. Зачем подходить к делам более изящно, если можно просто топорный подход использовать? Ну, конечно, да. Действительно. Я не думаю, что это хороший вариант. Ну, конечно, иногда нужно идти по пути минимального сопротивления, как это делаю я, например, записывая влоги, вместо того, чтобы ебашить полноценные обзоры с тоннами там редактуры, монтажа и так далее, там, со вставками, херавками, блин, что, что тратят в итоге много-много моего времени и так далее. Ну, типа, без какой-либо отдачи, кроме как, кроме как, там, лайки и просмотры, которые мне, в общем-то, ничего не дают, по большому счету, кроме повышения ЧСВ. Ну, типа, да, я вполне могу себе понять, что такое путь наименьшего сопротивления, но иногда нужно просто превосмочь пафосно и сделать что-то большее, когда все возможности на руках. А в данном случае у режиссера все возможности были, все козыри были в руках, как сделать так, чтобы этот фильм стал на один уровень, там, с лучшими, с лучшими образцами того же артхауса, того же постапокалипсиса, тех же образцов социальной драмы, банально, и много чего еще, но вместо этого нет, вот, мы решили вот так. Ну, это печально, то есть, ну, снова, я не рыгал, как бы там, совсем уж от этого фильма, не плевал, и так далее, кроме концовки, потому что она настолько ущербная, и просто вдруг откуда ни возьмись появляется тема каннибализма и уходит в никуда, просто в никуда, ее используют никак, ну, просто никак. Зачем тогда она нужна была? Она просто не для чего существует, просто банально не для чего. Она, по сути, вставлена, там, в конце фильма главный герой толкает речь после конкретной истерики, толкает речь о том, как им и тяжело было первый месяц на этом поезде и как им пришлось жрать людей. Ну, и все, для чего этот спич существует, это выдавить слезу из зрителя. Потому что, а для чего еще-то? Для чего? Это не метафора, ничего, это просто вот, я жрал людей, мне плохо. Удивительно, что ты ебу не дался при этом. На всю башку, блин. Да, это типа, этот спич как бы иллюстрирует, дополняет речугу главного гада в следующей же буквально сцене, когда он говорит, что находясь в таком замкнутом пространстве, как двигающийся поезд, такое продолжительное время, чтобы в нем выживать, нужно быть на некоторую, на некоторую долю ебнутым на башку, блин. и это правда, тяжело сохранить здравый рассудок, так сказать, в таких условиях. И многие выходят из положения разными способами. Та же золотая молодежь с помощью наркомании. Ну, это, конечно, типа, посыл, для чего она существует. но все это ни к чему не ведет, потому что все эти ваши способы бороться с депрессией и прочими делами, блин, которые вы пытаетесь пропихнуть сюжет, все это чушь, все это можно было решить логическим построением вашего общества с последующим отсеиванием не стойких, не стойкого элемента, так сказать, которое не обладает характером стойким нардическим. Очень все просто. Типа, человек псих не может существовать в таких условиях. Выкидывайте на мороз. Тем более, что вы все равно этим занимаетесь. Выкидывайте на мороз. Он не нужен для этого общества. Нахера он нужен? Ни для чего не нужен. ну, каннибализм нет. Охереть. В общем, я в печали. У фильма был большой потенциал, очень большой потенциал, но его просто растратили в никуда. Вообще в никуда. Визуально он красивый, да. Ну, если не считать дешевую компьютерную графику. Визуально он красивый. С точки зрения морали, с точки зрения посыла, он никакой. Детский сад, штаны на лямках. Настолько все примитивно, что дальше некуда. Это, как я уже говорил, говорит об уровне развития режиссера и сценариста. Собственно, режиссер сценаристом и являлся. Поэтому, в общем-то, именно его я бы не пускал к таким серьезным проектам. Потому что задача, которая ставилась, она была достаточно серьезной. Режиссер просто не справился. И это плохо. Это плохо. Смотреть его, досмотреть до конца даже. Его можно только в одном случае. Если голову вообще отключить, на логику не обращать внимания. Как-то так. Потому что после последней боевки, практически последней, вот, после этого самого рыбного цеха с кровавой гибней, начинается уже тотальная социальная сатира, без каких-либо практически, за редким исключением, там, за редкими сценами с местным главой безопасности, видимо, я так понимаю. У них там есть два боевых пидораса национальностью русских, я так понимаю. Один из них Влад Иванов, а второй хер узнает. Кто он, интересно? Второго боевого пидораса быстро убивают, поэтому... но будем считать, что он тоже русский, что довольно смешно. Я не удивлюсь, если это... эти два персонажа были вставлены именно в таком виде, если их не было в комиксе, конечно, в пику закона о запрете этой пропаганды гомосексуализма в России, когда его там приняли. По-моему, его приняли в прошлом году, значит, это было после того, как фильм вышел, наверное, хер вы знаете. Я не удивлюсь, если этих двух персонажей вставили дабы тем или иным способом поддеть Россию. Не удивлюсь, реально. Ну и, в общем, после сцены с кровавой губнёй начинается тотальная социальная сатира, практически не разбавленная боёвками. Сделана она плохо, поэтому сделана она плохо, топорно и неизящно. Плюс концовка говно полное противоречит всем законам логики. Просто потому, что концовка нам, по сути дела, говорит, что этому поезду не нужно было существовать и апокалипсис по идее не должен был случиться вообще как таковой. Потому, что если живы медведи, значит и человечество могло выжить всё это время в других местах, а не только в поезде. Поэтому это, конечно, довольно смешно, но концовка говорит нам о том, что фильм не нужен был. то есть всё его существование не имеет никакого смысла. Потому, что сам же фильм своей же концовкой перекрывает просто своё предназначение убивает напрочь. Кто так делает, поди, спроси. я не знаю. Ну, наверное, хватит. Короче, и так слишком много. Ну, как слишком много? Если, конечно, не растекаться мысью под реву, можно было всё это быстрее и проще сказать по большому счёту, что фильм не очень. Может быть, так и стоило сделать. Но я же так не могу. Поэтому. Кроме всего прочего, был отсмотрен ещё первый сезон сериала «Настоящий детектив», он же «Тру детектив». А о нём, соответственно, в следующий раз. Попытаюсь разбавить это всё игрой. Но не факт, что у меня получится. Но я попробую. Соответственно, на сегодня всё. Жарите лайк, эти видео, оставляйте ваш шитбэк. Наши книги для жалоб и предложений на нашей секции или комментах внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане! Продолжение следует...